Многие граждане, спасаясь от летнего зноя, предпочитают купание в природных водоемах. Однако, безопасно ли это? Соответствуют ли водоемы на территории Азбеста и соседних округов требованиям Санпина? Эти и другие вопросы мы задали Екатерине Устюжаниной, главному специалисту-эксперту Азбестовского Роспотребнадзора. За истекший летний период 2023 года были проведены исследования качества воды водоемов по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям в Азбестовском городском округе, в озере Окунево, на базах отдыха Разлив, Петушки, Бодрость у Некрасовского моста и на городском пляже в городском округе Ревтинский. На сегодняшний день качество воды водоемов не соответствует гигиеническим нормативам. В озере Окунево выявлено превышение по показателю энтерококи и по химическим показателям. В реке Большой Ревт на базе отдыха Бодрость были выявлены превышения по химическим показателям. И на базе отдыха Петушки река Пушма были выявлены превышения по микробиологическим показателям энтерококи и эшерихиоколи. Присутствие данных микробиологических показателей указывает на наличие в водоеме отходов жизнедеятельности человека. Это означает, что купание в таких водоемах становится небезопасным, ведь попадая в желудочно-кишечный тракт, энтерококки вызывают симптомы болезни, характерные для пищевого отравления. На территории Азбестовского и Ревтинского городских округов отсутствуют организованные зоны рекреации для купания населения. Ни на один водоем в 2023 году не получено санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности его использования в рекреационных целях. Таким образом, ни один водоем на территории Азбестовского и Ревтинского городских округов не пригоден для купания. Помимо качества воды, санитарными правилами и нормами определены требования к территории пляжа. На пляжах должны быть установлены кабины для переодевания, то есть раздевалки. Общественные туалеты, души, урны. Уборка территории пляжа, уборка и дезинфекция общественных туалетов, раздевалок, душевых должна проводиться не реже, чем один раз в день. Накопление отходов должно осуществляться на специально оборудованной контейнерной площадке, ну и должны проводиться диротизационные и дезинфекционные мероприятия. Часто прекрасный уголок природы с его тишиной и размеренной жизнью птиц в пруду воспринимается как идеальное место для купания. Но это совсем не так. Безопасно купаться можно только в специально отведенных местах. Не подходят для безопасного купания водоемы, на которых плавают водоплавающие птицы, так как они выбрасывают воду личинки, которые могут вызвать заболевания в виде кожных реакций с последующими аллергическими заболеваниями. Также нельзя купаться, если поверхность водоема светет, если возле берега много водорослей. В таких водоемах есть условия для размножения различных паразитов. Также нельзя купаться, если поблизости с водоемом есть сельхоз, угодия, промышленные предприятия, автомобильные магистрали. В потоке ливневых дождей в воду попадают загрязнения тяжелых металлов, которые обладают токсическим действием и могут вызвать отравление организма у человека. Стоит отметить, что все перечисленные выше опасности ожидают купальщиков не только в стоячей, но и в водоемах с проточной водой. Поэтому специалисты Роспотребнадзора призывают проявить бдительность. Не стоит полагаться только на визуальную оценку чистоты водоема. И ни в коем случае не следует игнорировать предупредительные знаки об опасности купания.